Всем приветик, дорогие друзья! Меня зовут Вера Штукенция, и сегодня я вам расскажу, где лучше снять ваше первое видео для вашего YouTube-канала. Ну что же, если ты только сейчас собираешься снимать свое первое видео и думаешь, блин, где же мне сделать, что делать, как, продолжай смотреть это видео, ты сейчас быстренько все поймешь. Смотрите, ребята, абсолютная истина. Каждый человек, который снимает свое первое видео для YouTube, очень сильно волнуется, очень сильно волнуется и ведет себя очень странно. Поэтому я вам советую в избежании казусов, в избежании того, что вы будете еще более странно себя вести, чем вы и так будете, я вам советую выбирать привычное вам место. Это лучше всего подходит ваша квартира, ваш дом, то место, где вы постоянно живете, потому что там вы себя чувствуете максимально комфортно, максимально расслабленно, и вы понимаете, что никто, там, какой-то ваш одноклассник или однокурсник, или коллега по работе, или любой случайный знакомый не подойдет к вам, не скажет, что за бред вы делаете, или не начнет смеяться, никто не попадет к вам в кадр и так далее. Поэтому мне кажется, что лучшее место – это ваш дом, ваша комната, или, по крайней мере, то место, где вы чувствуете себя комфортно, защищенно, спите, проводите большое количество времени. Номер два. Момент номер два. Некоторые люди забывают о том, что другие люди, когда начинают замечать, что вы снимаете видео, они тоже начинают вести себя странно. Да, это будут ваши родители, это будут ваши сестры, братья и прочее. Если вы начинаете снимать видео, вы что-то говорите для камеры, и вокруг никого нет, то ваши родственники, ваши, ну, в общем, кто будет рядом в этот момент, может вести себя очень странно. Они могут смеяться, они могут начать над вами шутить или издеваться, они могут вообще не понимать, что вы делаете, и подумать, что вы сходите с ума, вы разговариваете с камерой, зачем вы это делаете. И если это, например, бабушка ваша, она может просто подойти в процессе снятия видео, сказать, с тобой все в порядке, ты что, что ты делаешь? Вот, и тем самым они испортят ваш настрой и испортят ваше видео, потому что, ну, согласитесь, самое стрёмное, это когда ты начал записывать видео, у тебя какое-то вдохновение, ты говоришь, вроде бы не запинаешься, и вроде бы не покраснел, и вроде бы у тебя получается сделать то, что надо, и тут кто-нибудь входит в твою комнату, или кто-нибудь тебе мешает, кто-то кричит тебе с кухни, или так далее. Поэтому я вам советую выбирать то время, когда никого нет дома, когда вы одни, либо заранее предупредить всех членов вашей семьи, чтобы они вам не мешали. Не обязательно вам говорить, что вы идете снимать видео, потому что тогда они могут просто специально приходить, смотреть, ой, что это он делает. Лучше просто объяснить, чтобы вам не мешали, либо, если это не прокатывает с вашими родственниками, тогда просто выбрать время, когда они максимально заняты, либо их вообще нет дома, это лучший способ. И последнее, вам обязательно позвонят в дверь, позвонят по телефону, или позвонят по мобильному телефону, когда вы записываете видео. Это закон Мерфи, и он действует в съемке первого видео просто постоянно, ну и любых других видео тоже. Поэтому я вам настоятельно рекомендую отключить все, что может позвонить. Да, мы не можем отключить звонок в квартире, я, кстати, умею это делать, но да, скорее всего, вы не можете это сделать, так что хотя бы выключите ваш телефон, мобильный и обычный телефон, уберите куда-нибудь подальше, даже если он зазвонит, пусть он не испортит ваше первое видео, потому что первое видео это, это первое видео, ну, все, наверное, понимают, что это такое, и как волнительно, и как по-дурацки, проходит год, ты смотришь свое первое видео и думаешь, нет, 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 это не я, может быть удалить его, господи, не делайте это никогда, вот, я уже объясняла, почему, если хотите узнать, посмотрите мое другое видео. Ну что ж, друзья, спасибо за внимание, надеюсь, что вы разобрались с тем, где можно снять первое видео, и, знаете, напоследок, вот такой маленький лайфхак, снимайте утром или днем, потому что утром или днем самый-самый-самый клевый свет из окна. Если вы снимаете ваше первое видео, скорее всего, у вас нет софтбокса, нет освещения, поэтому, как только вы начнете снимать вечером, просветите лампочки, будет полная фигня, снимайте лучше всего в 11 часов утра до примерно часу дня или до 2-3 часов дня, это отличный свет, вы можете расположиться около окна или где-нибудь с краю, на вас будет падать очень яркий свет, и вас будет очень-очень красиво освещать. Ну что ж, друзья, расскажите, где вы сняли ваше первое видео, мне очень интересно, можете оставлять ссылки на ваше видео, или просто рассказать, что я свое видео первое снял там-то и там-то, давайте повсуждаем, посмотрим, кто где. Я свое первое видео сняла в квартире, это была другая квартира, в комнате, где я жила в тот момент, и в моей комнате рядом со мной еще был Коля, так что мы были вдвоем, он знал, что я снимаю видео, я, в принципе, не то, чтобы я сильно волновалась, но если бы там был кто-то другой, я бы волновалась больше, поэтому в этом плане получилось все очень хорошо. Ссылку на свое первое видео я прикладываю вам, просто может быть кому-то любопытно, и жду от вас комментариев, где вы снимали свое первое видео. До скорых встреч! Пока!